Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 42-й выпуск «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. Планы на сегодня без изменений. Нужно добить одного ЧВК в голову на резерве с расстояния более 100 метров. И до подсумка Epsilon 8 ячеек меня отделяет всего два убийства ЧВК из СВД. Есть хорошие новости. Зритель канала Александр за свой счёт предложил провести розыгрыш доступа в Tarkov, поэтому все желающие могут принять участие в розыгрыше ключа. Для участия обязательно в комментариях под этим видео оставить ссылку на свою страницу во ВКонтакте, только в ВК, в этот раз без Дискорда. И ещё одно условие – обязательно профиль должен быть открыт, так как я не смогу отправить сообщения пользователям с закрытым профилем. Результаты будут в следующем выпуске. Хочу выразить благодарность Кряге, Опенспейсу, Ивану, Беталаге и Рикусу за финансовую поддержку, которую они оказали на момент записи этого выпуска. Меня на выходных не будет в городе, но контент я заготовлю заранее и поставлю отсрочку автопубликации на 20 число. Все не вошедшие в этот выпуск сообщения с донатами обязательно попадут в последующее видео. Всем приятного просмотра, участникам в розыгрыше игры, удачи! Забираем урожай с фермы. У меня ещё, между прочим, должен быть воздухан живой. Да, 4 часа мне хватит как раз на выпуск сегодня, где мои дикари притаранили, чё-то там вкусняхи. Я всё, надеюсь, может льва как-нибудь пронесут. Надо попробовать как-нибудь ради эксперимента за самогон их поотправлять несколько раз подряд. В прошлом рейде я выбросил своё СВД, потому что нужно было притаранить трофеи, а страховка ещё не подъехала, поэтому СВД покупаю на барахолке, и можно, оказывается, с 20-патронным магазином прикупить, да ещё и 7 на 1 по трошке. Сейчас мы её в порядок приведём. Медицина ж, медицина, всё в ажуре. Резерв пойдём в 16, время нормательное. Ну чё, будем искать жертву какую-нибудь. Всего одного ЧВК надо в голову добить, и на резерве все дела сделаем. Сервера не менял, катаю также на серверах Екатеринбург и Казахстан. Играем в домашних условиях. Долго в рейде шататься не буду, минут 15-20 максимум, и всё. Если не будет никакой живности на поверхности, сваливать буду сразу же с рейда. Ждать диких там рейдеров или боссов точно не будем. Ага, в ангарах вдоль забора. Нет, это надо... Это по-хорошему надо валить мне сразу же наверх на скалы. Тут уже спаун рядом. Может уже лежит какой-нибудь там? Прилежный снайпер расстелился и греется на камушке. Нам тут конкуренты не нужны. Блин, я прицел забыл поменять. ПСО, ВССный у меня. Короче, как я и предполагал, мне каратель... У меня каратель выполняется как-то сам по себе здесь же на резерве. Я так и думал, что пока я буду эти головы настреливать, выискивать... Как раз и каратель сделается. Там всего два убийства чувака осталось, а я думал, ещё и на таможню буду ходить. Посмотрим, придумаем. Посмотрим, как пойдёт. Может, фиг его знает. Может, сейчас как сделаю, сделаю. Ещё и на таможню с СВД получится побегать. Пищеблок посмотрим. Там дикие лазают, так что... Если чё, шумите, пацаны. Лежим. Пердим. Такие себе тут у вас развлечения. Пойдём на той стороне посмотрим. Я уже не знаю, что тут делать. Минут пять ещё ждём. И валим отсюда. В сейфе лев заждался. Книга. Ну, пойдём. Сейчас тогда с... О, с этих скал. Посмотрим. Здравствуйте. Ух ты, блин. Ух ты, блин. Слушай, это... Это не... Свита? Случайно. Как его фамилия? Глухаря. Это, по-моему, глухарь был. Или кто-то из его свиты. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Да, в натуре, смотри, какой-то кипиш там. Этот вообще на ЧВК похож. Не пойму, то ли ЧВК, то ли... Кто-то из свиты. Глухаря. Уж сам глухарь. Ать. Есть. Убил. А ну-ка. Нет. 13 также осталось. Это значит... Это значит босс там. Это значит с боссом какие-то ЧВК там закусились. В прошлый раз мне это на руку сыграло. Покачеваки там возятся с этими боссами. С какого фамилия? Забываю просто. С глухарем с этим. Со свитой его. Они начинают забывать, что где-то сидит Дис в прицеле. Ну, они откуда-то примерно с лазарея-то, да? Джбошили. Или с ЖД. Нет, по ЖД, вон дикий кто-то ходит. Он бы не дал им лазить там просто так. Это кто у нас? Дикий. Повылазили, повылазили, сиди. Оп. Понятно. С черного коня фигачат. Все, это они с лазарета сейчас в черного коня. Они сейчас 100% клюнут на эту. Наживка. Сейчас они... Они... Блин, это вообще, это, короче, хороший шанс не проморгать, эту крышу посмотреть. И тушка эта лежит прям в огоне. Вот подошел бы сейчас кто-то и прям лутать начал бы. Не-не-не, смотри, это прям как рейдеры двигаются. Фиг отличишь. Больше никого убивать не буду. Да, там какие-то вспышки есть в черном коне. Они стреляют как раз напротив, в белого коня. Давай, вылазь, пацаны. Я готов. У них единственный переход здесь в белого коня, где они настреляли уже кого-то. Ведь 100% кого-то подстреляли. Внизу уже тело лежит. И еще то тело, которого я убил. Оп. Есть флешка. Движение пошло. Им только по поверхности перебегать в белого коня. Вдоль же Д. Заправка. Это все под прицелом. Летят, летят трассеры. А как этого коня черного-то прострелишь? Да никак, если только они на крышу не вылезут. Или... Или откуда их можно будет подстрелить? Да ниоткуда. Там такая позиция. Ну, 100 метровка там. Никак не просветишь. Либо здесь, либо если перебежка будет в белого коня, можно будет на холмы слева, да? Где ангары с техникой стоят. Как в прошлый раз. Понакатаны. А, вот и он. В ангар. И у белого коня сейчас пойдет. От Витцао. Ну, почему он один, где второй? Второй на прикрытии, походу. Ё-моё, по-моему я... Нет, не пойду. Можно, конечно, сейчас на поляну побежать слева, но я боюсь, что... Профуку еще счастье. Уже не раз так было. Побежал туда. А лучше было бы, если бы на этой позиции сидел. Хотя оттуда крышу лучше видно. Выйдут лутать этот труп по-любому. Буду этот труп пости. Только единственное, чего я не могу понять, это то, что он... Обычный дикий? Или кто-то из свиты? Если из свиты, то... Прям 100% придут лутать его. И, наверное, мне лучше налево свалить. Как сделать, а? Думай, Деса, думай. Эй, ты... А, вот второй. Есть. Стрелок от бога. Сто метров в голову. Хе-хе-хе-хе-хе. Готово. Все, я теперь могу просто сближаться и дербанить там все, что можно. Фу, наконец-то я выполнил этот квест. Теперь можно не париться насчет дистанции. Можно сблизиться. Мне как раз один всего остался с СВД чувака. И я как раз пойду на таможню уже с Эпсилоном. Правда, как там стометровку делать? Брать с собой СВД или идти с СВД? Кворец-то твой там ноги сломал. Как пить дать. С крыши сигать. Куда он теперь пойдет? Кжеде отойдет. В свече будет балдеть. Или там будет своего другана пытаться. Но это опосян. Он туда на крышу не пойдет. Я б точно не пошел. Да ну. Нафига ты палишь-то? А, ну хотя. Он лег в направлении меня. Надо менять позицию. Как бы и хреново то, что он увидел меня и открыл огонь. Но с другой стороны он же привлечет внимание. Сейчас любопытные повысовывают носы. Сейчас самый кайф вот отсюда откуда-нибудь или из ангарчика, да? Заныкаться там хорошечно. Понял. Кто-то стреляет. Но это не по мне. Вазелин. У гробовщика. Нулевой. Новенькой. Обмажемся сразу для аэродинамики. Эк, показывай, где ты? А, вот. А, это дикий. Дикий в свече. И стреляли по дикому. Нет, где-то там еще пули ложатся, слышу. Лязгают по металлу. Кто-то глушенный шпилит. Здорово. Ну тут вообще, смотри, о боги. Это превью, пацаны. Байтить на просмотры будем. Не, ну это превью, однозначно. Дикий посматривает в сторону белого коня. Может быть, все-таки обойдем это все дело. Блин, где тут разломы есть? Тут их несколько же штук должно быть. О, вот разлом. Серьезно? А я куда бегал? Черт, и куда. Только с рядом. С техникой. О, какой обзорчик тут шикарный. Как бы, станция 100 метров уже не нужна, но не хотелось бы вылазить на ближний бой с СВД. Сейчас пацаны все заряжены. На девятках, на иголках. На резерве. Сейчас проникнем. Как-нибудь. 203 ключ. Хороший ключ. От комнаты с сейфом в общагах на таможне. У меня такой есть. Но его продать можно тысяч за 20. Пацаны, не надо. Ну, чё, ва, чё, ва, чё, ва, попрятались-то? Я один тут. Есть СВД у меня. А как мне бру, на платформу? Только через верх? Опа. БТ заберем. Это чё строчит? Это, по-моему, Крис, да, строчит? Ага, и тут не пролезешь. Бесюнды. Ещё раз. И ещё раз. Оп. Пачки. А, тут тупик. С хламом каким-то. НС-7-62, магазин. А давай посмотрим всё-таки эти холмы. Попробуем холмы посмотреть прям с крыши в наглую. ПС, СКС. На холмы вылазить прям шибко, очевидно, будет. Я думаю, вот с крыши. С крыши отличный просто обзор. И все депо. И свечу справа можно будет. И коня белого сто процентов крышу можно будет посмотреть. Но тут укрыться негде. Опачки. Готов. Опа. А, это бот. Иди сюда. Понял. Так и запишем. Голова челюсти. Ну, неудивительно. Боты иногда выдают такие кульбиты. Молодец. Но расстраиваться нечего. Я иду теперь на таможню. Я себе уже планшет с документами подготовил. Оружие. Всё на свете. Вот у меня биркут остался. Тут целый мешок. Возьму с собой. Пойдём. На таможку мне надо с СВД одного убить. Теперь только на таможне осталась стометровка. Поехали на таможню. 9 утра. Вечером там делать нечего. Так как я с оптикой ничего не увижу. Нифига страхуем. Добрышко. И вперёд. Попробуем тут подловить кого-нибудь. Самое классное в таможне то, что здесь полегче будет, я думаю, сделать стометровку, так как есть большой переход канала на заводскую территорию со стороны гаражей. Со стороны таможки. Если рядом спаун будет, то сразу же туда дёрну. Так, я на лазерете. Хорош. Нормальный спаун. Нормальный. Мне в ЗБ 12-е? Всё, хорошо. Я сейчас тогда смотри, что придумаю. Вак придумаю, как учил папу пестилай. Единомышленник. Всем игрокам, которые находятся на той территории за каналом, по-любому придётся перебегать этот канал. и здесь дистанция прям хорошая, хорошая. Лучше, конечно, на мосту примерно там тусоваться и не здесь просматривать, но и тут есть вариант. о, есть движение. О, пачки, это как? Пострелял туда, пострелял сюда. Понял, не базарю. Не убивайте. Пожалуйста. Пусть-то. А это уже не он стрелял. Всё, вопросов больше не имею. Пойду ближе к мосту, может быть, блокпоста этого. Не блокпоста, а как его фамилия. Шавермы здесь на перекрёстке. Тут утрётся. Здравствуйте. Вы решите пройти? Или это Дикий? Дикий. Похоже Дикий. Вон, теперь. Опа. Калахан уже здесь. Надо ноги делать. Разрывать дистанцию. Было бы сейчас здорово, знаешь куда? На холм. Возле общак. Ой, блин, меня поджимают, по-моему. Что там? Нормально что? Хе-хе-хе. А что такое? Давно не надо, подожди. Видите? Ногу сломал. Быстро шину. Всё, чтоб ноги не надо было пришивать потом. И по тапочкам. Пронесло вроде. Ну вы, господа, нехорошие, конечно, быстро тут организовали. Блокпост. Тьех, сейчас мы от Сэндова посмотрим, кто нас там беспокоит. Опа. Всё, 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 всё. И опять этот автомат Калашникова по мне шпили, да? Что-то какой-то интересный типчик. Блин, я даже не знаю, наверное, лучше будет в сторону выхода, в той стороне где-нибудь посмотреть со скал заводскую территорию или... Хрен его знает, что-то тут какие-то лютые ребята. Чтоб в случае чего можно было пить и в бункер. чё-то, блин, не знаю, может быть он с тепловизором, может быть, конечно, но чё-то он так уверенно прям гасит. О, это заправка, пойдём попялимся со скалы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой-ой-ой, за три толпучкой ходят. Давай решалу гасанём. Венч. Есть ещё один. Нормально. Решалу из заводского забрал. А теперь решалу отсюда можно смотреть как этого. Наживца его. Сейчас мы Патриков докинем. Это нормально будет. Главное, никого в спину не пропустить. ой, я не хотел этого. Мисс Кузи. Вряд ли тут есть сто метров. Я уже не припомню, здесь было или нет сто метров, когда я предыдущие разы пытался сделать. Я раньше делал сто метровку здесь со скалы просто заводскую территорию в основном смотрел. В предыдущих вайпах, когда я делал, вообще не было той новой территории, где база решала и прочие прелести. ЗБ-13 выход. Народ чаще здесь пересекался где-то, либо на заводской зоне, либо на КПП, там чуть дальше. По железу лязгает. Нет, это не по мне. У них там гости. Это на меня? Что ты там орёшь? Чего? Это прям через камень, через текстуры? Нет, я не верю. Ни единому твоему выстрелу я больше не верю. ни единому выстрелу. Я манал такой рейд. Пошёл ты в баню. Сам стреляйся там с заводскими, развлекайся, ботов стреляй, кого хочешь. Я лучше с нормальными пацанами зайду в рейд. Ух, живой. Вот те на. И чего? Я кого? не знаю. Сами всё видите. Сами всё слышите. Сейчас стамина восстановится и дальше на тапочку. Я не знаю. Я не верю, что это честный игрок. Или он такой профессионал? камень. там очевидно, прям я сижу за текстурой. Возможно, конечно, такое, что камень там у него типа не прогрузился, как с текстурой. Он может меня теплоком высвечивал как-то или ещё чем-то. но я лучше пойду домой. Заряжу сейчас новый рейд. Дикий, пошёл ты в баню. Не, всё, пацаны, я домой. Я не хочу больше тут возиться. Я даже не представляю, как противостоять такому игроку. Даже если он играет честно, то уважение конечно ему, но нет. Увольте. Я слишком стар для этого дерьма. А вообще неплохо. За 10 минут рейда 6500, но это за решалу и заводского. Нет, там даже 100 метров нет, 85 метров порешали. Понял, учтём. Всё, что мне нужно, это докинуть патронов, медицины добрать. И факт я использовал, наполовину свой пару гранат возьму и бронежилет коньячный, чуть не забыл. Покушаем, попьём, чтобы свеж светел был и все прелести. И пойдём ещё раз на таможку. Таможня 10 утра в тот же рейд к этому пацану. Я не хочу попадаться, поэтому быстрее запустимся куда-нибудь. Чё он потерял на этих серверах? Судить, конечно, вам со стороны одно виднее, но я на 100% был уверен, что это не совсем честный игрок, даже первый раз, когда с ним пересеклись через канал. Он пострелял в одну сторону, потом чётко по мне начали попадания в другую сторону, когда он начал стрелять. Не знаю, не знаю. У меня сразу же подозрения какие-то. Так-так-так-так. Это мы здесь появились на лодке контрабандиста. Это хороший спаун. Вот это, вот это. Это снова я сейчас смогу посмотреть переход через канал. И при этом, при всём, я буду слышать перебежку на мосту, под мостом, центральную и дальнюю проверю. Хороший, хороший спаун. С той стороны людям по любасу надо будет перебегать, чтобы сюда, на эту сторону попасть, либо наоборот, с этой стороны туда перебегать. Но на раннем тайминге именно с той стороны щемятся. Особенно это приятно наблюдать, когда только начало вайпа, куча новичков, все накипиши. тут изи-пизи делать подобного рода квесты. Надо будет в следующем сезоне в первую очередь эпсилон. О, есть. Эть, убежал. Так, но он тоже не с совочком, раз выглядывал там что-то из кустов. Тоже с оптикой. В следующем сезоне надо будет в первую очередь эпсилон тогда забрать, сделать каратель, чтобы большой был подсумок и приступать к сложным квестам по возможности. Типа Тарковского стрелка, типа Стрелок от Бога. Да, спугнул я его, не попал. Обачки, здрасте, Настя, ты куда? Это что такое? Ты как... Это же мой клиент, пацаны. Еще они подумают, что это был я. Перебегун. И откроются, да? Да, вижу. Есть. Туда делся? Оу, я понял. Не надо. А где у меня... Я не взял жгуты? Ооо, гемостатик не взял. Все, это спать пора. Уже начал опять. То забыл, это забыл. Блин, и факт не вылечил почему-то руку. Надо свежий и факт. И да, 300 из 300. Сколько он заберет? Сейчас пузырим. Не вылечивая конечность, просто останавливает кровотечение. Ну, хотя бы и факт остановил, иначе было бы вообще печально. Представь, я бы сейчас... Капец. Нет, мне надо... Мне надо... Мне надо найти этот гемостатик и встретить этого типа. Корица его он 100% там пока своего будет раскидывать, пока шугаться будет, чтоб я не вылез. Сейчас, сейчас, сейчас. Я на базе решал и попробую найти. Давай эту всю руку пришью. каратель закрыт. Круто. И по-моему, это было... Да, это было в голову. Первый ЧВК из трех на таможне. Вот тебе, здрасте, пожалуйста, заберите. 90 осталось, прикинь, от ИФАКа. От 300 до 210 очков. Ага, аптечки нужно. ИФАК, чтобы остановить тяжелое кровотечение. Джоско. Что в канале внизу был? Он на ВСРФ уже подтянулся. Да, точно. Лупит, лупит. Молодец. Как мне сделать? Как мне сделать? Где тебя встретить по-хорошему? Сейчас попянимся. На базе решал, есть ли никого нет. Заглянул общак. Не общак, я не знаю, как он называется, но, скорее всего, общак. Там есть медсумка. Там можно медицины раздобыть. Мне нужен жгут или какая-нибудь хрень, чтобы на случай кровотечения остановить можно было. Да нет, тут никого, чисто гадим. Вот, вот здесь медицина часто. Медицина есть, а вот то, что мне надо, не гемостатика, не хрена. Надо было в лазарет забежать, дурень, и оттуда посмотреть с окна, его? Опа. То по дереву. Ты уже прибежал сюда? Мне навряд ли. Вон там я хочу засесть в окошко сейчас. И попробуем его встретить. Кто-то на заправке на новой. Стреляет. Общаги стреляют. Опа. Вот так вот. А, тут, кстати, в этом ангаре есть есть в подвальном помещении. Там еще сумка есть медицинская. может попялимся? Где-то тут еще была сумка. Если мне память не изменять, где-то ее видел. Ну, тут по-хорошему бы с фонариком полазить. Вот он, тело. Гемостатика нет. Есть антибиотик только. Бинтов вообще обмотайся. Поджигайся. Нормально. Вот, еда. Патроны. Пресс. Сумка. Говорю, для тех, кто с телефона смотрит, вряд ли что-то там увидит. Да и с компьютера я сам тут, черт, глаза выкалывай. И ящичек. Опа. Дикий балдеет. Ух ты, блин, а у него сайга. Он опасен на ближней дистанции. Бахнет так, что мало не покажется. Но надо выкуривать. Он как раз под лестницей сел, где подняться мне нужно. Здрасте. Есть. Не успел стрельнуть. Хорошо. Есть сайга. О, даже шрауда сотреют. Бандана или как она? Что там у нас по патронам? 7 миллиметров. Картич. Но не самый плохой. СНБ заберем. Пресс. 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 Продолжение следует... Если честно, проелась уже СВД Интересная пушка, конечно Ее еще и модифицировать можно, конечно, адекватно И на ближнюю, и делать универсальные, там, разные прицелы И оптику, и коллиматор ставить на нее Скошенный коллиматор Но дело в том, что она для ближней дистанции Это ты поставишь себе коллиматоры Но она же длиннючая, зараза Да, ты можешь сложить ее, но при этом отдача начнет скакать Да и вообще, делая подряд квесты Тарковский стрелок и СВД И тут еще и стрелок от бога Устаешь немножко от снайперских винтовок Уже хочется взять какой-нибудь дрын И идти просто Зажимать куда-нибудь Но нет У нас квесты У нас своя философия Чувствую я его не дожду здесь Сюда по-хорошему забуриваться Если у тебя спаун здесь, на заводской территории Прямо сразу же запрыгиваешь И как пить дать Кто-нибудь да пройдет по базе решалы А тут с окна До базы решалы Как раз 100 метров есть Я уже настреливал Я уже на основе проверял Все это есть Можно занимать эту позицию Но главное туда пораньше прийти И подловить такой момент Ух, как в общагах шпилят хорошо Такой момент, чтобы там люди терлись Особенно это здорово Когда там решало спауниться Своими заводскими И кто-нибудь прям В проеме там В воротинах падает Кто-то ложится лутать его И получает в жбан Ох, вот это вообще весело прям Геймплей скучный Сидишь в оптике, но Зато результаты есть Кто там стреляет Давно уже стреляют Может бот А там, по-моему, бот с ума сошел Опа, здрасте Бежит, бежит Такой на меня пялится Снайпер Снайпер есть Надо убрать Ох, сейчас мне Дробовичок бы по-хорошему Да с глушителем Чтобы я делал квест, да? Может на выход тогда? Сдадим каратель Соберем эпсилон Возьмем дробовик Возьмем какую-нибудь пушку Как дополнительное оружие У меня там с глушителем Хантер есть Пассион на него просто повесим Да и все И даже профукать его не жалко будет Возьмем какие-то пушк Патронов Там М-62 или М-61 Там что-то у меня должно быть В рассыпную какие-то По железу По железу Кто-то такие Я вас не звал Какой сочный был Пошел ты Чем богаты Дикий по-моему Наверх залез Или это не дикий Не-не-не-не-не Ты че дурак Что ослеп Ты меня старого так не пугай Я думал показалось Прикинь А у шапки У шанки Стоит пялица Хорош О, гемостатик Здрасте Первый Второй Гемостатик Целых шесть Тяжелых Кровотечений Могу остановить Класс Покушаем И попьем Один магаз Кикинем Вот и местечко Освободилось Че так темно-то Квасику нашел День на улице Рассеивание света Вообще никакого Я же СНБ Патры надыбал Нет никакого там Завалявшегося чувака Тут и 100 метров Может быть и нет Хотя нет Есть Я думаю Ну и ладно Пойду шапку Ушанку Отниму Ух ты Ну это на КПП Дикий Все нормально Все нормально Все хорошо Это забираться Пять тысяч Забираться Компенсация будет За потрепанные нервы Хоп Снайпер Заныкался Ух Руки-то чешутся Так как А пострелять Так я уже залежался Наверное Все бока Отлежал На резерве С этим Снайперским квестом Вот вепрь Хантер взял Да и пошел Да и пофиг даже Что он там Шуметь будет Да Что там Поначалу пострелять Да и все С дробовика Потом Можно бинты Повыкидывать Блок питания За цепи Я не помню Нужен блок питания Или нет По моему Блок питания Нужен мне Как раз Для фермы Да Ого Ты че Ух Отвык я уже От того Что столько Много Вокруг Диких И вот такие Дистанции Неудобные Для оптики Такой ПСО Что ты там Испугался Не бойся Не обижу Отар Или вот Допустим Карабин Там же не обязательно Со снайперской Это убивать Вон Адар Какой нибудь Или вообще Какой нибудь Дрын Беспонтовый Взять Типа Випря На 7.62 Карабин БПшку Туда зарядил Один магазин На 30 Какой нибудь Штурмовой прицел Присобачил Да и все Там 100 метров То всего Надо И обойдется Вон Тысяч в 50 Максимум Че там эти 50 тысяч 4 ячейки 3-4 ячейки В рюкзаке С хабаровом Вон 40 миллиметров Только 1020 стоит Наверное Не дать Не взять Совет От бывалого О Вот эту штуку Я Поставлю себе Сейчас фильтр Не такие дорогие Их как раз Можно с них С одного фильтра Можно там Полторы примерно Канистры Сварить Чуть больше Может быть И вот Это мы любим Намана намана Полный мешок Барахла Надуй бал Ну это самое Главное Самый кайф Это конечно же Каратель сделал Я сейчас Эпсилон Целый Выменю Наконец-то Я закрыл Каратель Ух Хороший рейд Но надо идти С дробовиком Сюда Блин Люблю таможню 6300 За 20 минут Но при этом Бировец Подарил мне Выполнение Квест Заспаунился Я прям Спаун Лучше И не придумать Да еще и при этом Хабара себе Притаранил И сейчас будем Это все Добро Разгружать Сейчас я это все Быстренько Продам Можно будет даже Наверное Сегодня Видеокарт Себе зацепить Мне же еще За выполнение Квестов Должен Будет Деньжат Отвалить А я же Бету Продам Она же Продается Все Закрываю Каратель Часть 6 На этом Заканчивается Ветка Квестов Каратель Я забираю Защищенный Контейнер Эпсилон На 8 Ячеек Плюс 300 тысяч Рублей Почти Переезжаем В Эпсилон Переношу Все свое Добро Сюда И как раз Смотри Сюда Можно будет Шину И ЦМС Поместить Чтоб Каждый раз После смерти Не покупать ЦМС Либо можно Выложить ЦМС И шину И как раз На этой ячейке Сурвайвал Кит Поставить Можете Поздравить Меня Я добрался До Эпсилона Вот это Теперь Заживем Пацаны Нихрена Себе Целых 8 Ячеек В подсумке Это тебе Не письки На заборе Рисовать Всех Посмотрел Только барахольщик Покупает Этот кейс И покупает За хорошие Деньги 465 тысяч Поэтому Мы берем Себе Видеокарты Гулять Так гулять Штучки Три Возьмем Ну и все На сегодня Буду заканчивать Надеюсь Выпуск Вам Понравится Сегодня Денек Получился Продуктивный Всем Удачных Рейдов Приятной Игры И Хорошего Настроения Увидимся Услышимся В следующем Выпуске Не забывайте Про палец Вверх Попросил Напомнить До свидания